Продолжение следует... 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 в государстве-члене, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством государства-члена. Иностранное лицо – это лицо, не являющееся лицом государства-члена. Иностранные товары – это товары, не являющиеся товарами Союза, в том числе утратившие статус товаров Союза, а также товары, которые приобрели статус иностранных товаров признаны иностранными товарами. Таможенная пошлина – это обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу Союза. Таможенные документы – это таможенная декларация и иные документы, составляемые исключительно для совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. Таможенные операции – это действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования или законодательством государств-членов о таможенном регулировании. Таможенный представитель – это юридическое лицо, включенное в реестр таможенных представителей, совершающее таможенные операции от имени или по поручению декларанта или иного заинтересованного лица. 1. Перевозчик – это лицо, осуществляющее перевозку, транспортировку товаров или пассажиров через таможенную границу Союза, либо перевозку, транспортировку товаров, находящихся под таможенным контролем по таможенной территории Союза. 2. Декларантом является лицо, которое декларирует товары, либо от имени которого декларируются товары. 3. Декларантами товаров, помещаемых под таможенную процедуру, могут быть лица государства-члена, являющие стороной сделки с иностранным лицом, на основании которой товары перемещаются через таможенную границу Союза, имеющие право владения, пользования или распоряжения товарами, если товары перемещаются через таможенную границу Союза не в рамках сделки одной из сторон, которой является иностранное лицо. 4. Являющиеся стороной сделки с заключенной с иностранным лицом или с лицом государства-члена в отношении иностранных товаров, находящихся на таможенной территории Союза, имеющие право владения, пользования товарами, если товары перемещаются через таможенную границу Союза не в рамках сделки между иностранным лицом и лицом государства-члена. 5. Дипломатические представительства, консульские учреждения, представительства государств при международных организациях, международные организации или их представительства, иные организации или их представительства, расположенные на таможенной территории Союза. 6. Перевозчик, в том числе таможенный перевозчик при заявлении таможенной процедуры таможенного транзита. Законодательством государств-членов может быть установлено, что декларантом товаров может выступать лицо государства-члена, являющийся стороной сделки, заключенной между лицами одного государства-члена, на основании которой товары вывозятся с таможенной территории Союза. Согласно статье 84 Таможенного кодекса ЕС, хотел бы разъяснить вам права и обязанности. Декларант вправе осматривать и измерять товары, находящиеся под таможенным контролем, отбирать пробы, образцы товаров, находящихся под таможенным контролем, присутствовать при проведении таможенного досмотра, таможенного осмотра должностными лицами таможенных органов и при отборе этими лицами проб и образцов товаров. Знакомиться с имеющимися в таможенных органах результатами исследований проб и образцов декларируемых им товаров. Обжаловать решения, действия, бездействия таможенных органов или их должностных лиц. Привлекать экспертов для уточнения сведений о декларируемых ими товаров. Декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров. Представить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные таможенной декларацией. Предъявить декларируемые ими товары по требованию таможенного органа. Уплатить сумму причитающихся таможенных платежей и обеспечить обязанности по их уплате. Соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих под таможенные процедуры. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов, за неисполнение обязанностей, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за предоставление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных, содержащих заведомо ложные недостоверные сведения. Давайте выясним, что такое таможенная процедура. Таможенная процедура – это совокупность норм, определяющих условия использования товаров, пределы прав владения, пользования или распоряжения товаров на таможенной территории ЕС или за ее пределами. Существует 17 видов таможенных процедур. Это выпуск для внутреннего потребления, экспорт, таможенный транзит, таможенный склад, переработка на таможенной территории, переработка вне таможенной территории, переработка для внутреннего потребления, временный ввоз, временный вывоз, реимпорт, реэкспорт, беспошлиная торговля, уничтожение, отказ в пользу государства, свободная таможенная зона, таможенный склад, специальная таможенная процедура. Регулируются таможенные процедуры таможенным кодексом ЕС. Законом Харгызской Республики номер 52 от 24 апреля 2019 года о таможенном регулировании. Решениями комиссии Таможенного Союза. Решениями к коллеге ЕЭК номер 203 от 11 декабря 2018 года. Решения Совета ЕЭК Евразийской экономической комиссии номер 109 от 20 декабря 2017 года. Помещение товаров под таможенную процедуру необходимо при их ввозе или вывозе для их использования на территории Союза или за ее пределами. Декларант вправе выбрать любую таможенную процедуру путем ее заявления при таможенном декларировании. Помещение товаров под таможенную процедуру начинается с момента подачи таможенной декларации и завершается выпуском товаров. Помещение товаров под таможенную процедуру начинается с момента подачи таможенной декларации и завершается выпуском товаров. Обязанность по подтверждению соблюдения условий помещения товаров под заявленную таможенную процедуру возлагается на декларанта. Уважаемые предприниматели, теперь начнем тему экспорта. Согласно статье 139 ТК ЕС «Содержание и применение таможенной процедуры экспорта». Что такое экспорт? Это таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза для постоянного нахождения за ее пределами. Что вывозятся? Товары Союза, товары, ранее помещенные под процедуры временного вывоза или переработки вне таможенной территории, без их фактического предъявления таможенному органу. Куда вывозятся? Где используются? За пределами таможенной территории Союза. Зачем вывозятся? Цель для постоянного нахождения за пределами Союза. Условиями помещения под процедуру экспорта являются уплата вывозных таможенных пошлин, соблюдение запретов ограничений, соблюдение иных условий, предусмотренных международными договорами. Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта и фактически вывезенные с таможенной территории Союза, утрачивают статус товаров Союза. Товары Союза, вывозимые с таможенной территории Союза, находятся под таможенным контролем с момента регистрации таможенной декларации, либо совершение действия непосредственно направленного на осуществление вывоза товаров с таможенной территории Союза. Еще хотелось бы отметить таможенную процедуру реимпорта. Она более выступает завершающей процедурой. Это процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой ранее вывезенные товары с таможенной территории Союза возятся на таможенную территорию Союза без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру. Процедура реимпорта применяется в отношении ранее вывезенных товаров, в отношении которых применялись процедура экспорта, процедура переработки вне таможенной территории для завершения действия этой процедуры, таможенная процедура временного вывоза для завершения действия этой процедуры. Условиями помещения ранее экспортированных товаров под таможенную процедуру реимпорта является помещение товаров под таможенную процедуру реимпорта до истечения трех лет со дня следующего за днем их фактического вывоза с таможенной территории. Более продолжительные сроки в отношении отдельных категорий товаров установлены решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 декабря 2018 года номер 203. 1. Сохранение неизменным состоянием товаров, в котором они были вывезены, за исключением изменений вследствие естественного износа и естественной убыли, возмещение налогов или процентов с них, когда суммы таких налогов и проценты в связи с вывозом товаров с таможенной территории Союза не уплачивались, либо были возвращены. Также осуществляется возврат ранее уплаченных сумм вывозных таможенных пошлин при условии, что такие товары были помещены под процедуру реимпорта не позднее шести месяцев со дня следующего за днем помещения таких товаров под таможенную процедуру. Еще хотел бы добавить немного информации по процедуре временного вывоза. Завершением процедуры временного вывоза является реимпорт, экспорт, переработка вне таможенной территории после истечения установленного срока действия, если действие не продлено, либо при выявлении до завершения действия процедуры совершения с товарами капитального ремонта модернизации. Далее, уважаемые слушатели, я хотел бы рассказать про таможенный контроль. Таможенный контроль в целом – это совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку обеспечения соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств членов о таможенном регулировании. Согласно статье 310 ТК ЕС «Проведение таможенного контроля». Таможенный контроль проводится таможенными органами в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Таможенный контроль проводится в отношении объектов таможенного контроля с применением к ним определенных настоящим кодексом форм таможенного контроля или мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. В целях выявления товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, в нарушении международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, таможенный контроль может проводиться в отношении физических лиц, пересекающих таможенную границу Союза. Порядок проведения таможенного контроля с применением форм таможенного контроля или мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, определяется таможенным кодексом, в части неурегулированный кодексом или в предусмотренных им случаях в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании. При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа выборочности объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля или мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. При выборе объекта таможенного контроля, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, используется система управления рисками в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании. Формы таможенного контроля или меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, могут применяться таможными органами для соблюдения законодательства государства-члена, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы этого государства-члена, если это установлено законодательством государств-членов. От имени таможенных органов таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных органов, уполномоченными на проведение таможенного контроля в соответствии со своими должностными функциональными обязанностями. Таможенный контроль проводится в период нахождения товаров под таможенным контролем. При предварительном таможенном декларировании или периодическом таможенном декларировании Таможенный контроль в отношении объектов таможенного контроля проводится с момента регистрации таможенной декларации. После наступления обстоятельств таможенный контроль может проводиться до истечения трех лет со дня наступления таких обстоятельств. В законодательстве государств-членов о таможенном регулировании может быть установлено, что таможенный контроль после наступления указанных обстоятельств может проводиться до истечения пяти лет со дня наступления таких обстоятельств. Таможенный контроль деятельности лиц, включенных в реестр лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела или реестр уполномоченных экономических операторов, может проводиться в период их нахождения в таких реестрах. А если это предусмотрено законодательством государственного члена, также после их исключения из таких реестров в течение срока предусмотрено законодательством. В целях проверки сведений, подтверждающих факт выпуска товаров таможенными органами, проводится таможенный контроль в отношении товаров, находящихся на таможенной территории Союза. При наличии у таможенных органов информации о том, что эти товары были везены на таможенную территорию Союза и находятся на территории таможенного Союза с нарушением международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования. При проведении таможенного контроля таможенным органам не требуется каких-либо разрешений, предписаний либо постановлений и иных государственных органов, государств, членов на его проведение. При проведении таможенного контроля таможенные органы и их должностные лица не вправе устанавливать требования и ограничения, не предусмотренные международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и законодательством государства-члена. При проведении таможенного контроля не допускается причинение неправоверного вреда перевозчику, декларанту, лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела или иным лицам, чьи интересы затрагиваются решениями, действиями, бездействиями таможенных органов или их должностных лиц при проведении таможенного контроля, а также товаров и транспортным средствам. Таможенный контроль проводится в зонах таможенного контроля и иных местах, в которых находятся, должны или могут находиться товары, в том числе транспортные средства международной перевозки и транспортные средства для личного пользования, подлежащие таможенному контролю, документы или информационные системы, содержащие сведения о таких товарах. Результаты проведения таможенного контроля с применением форм таможенного контроля в случаях, предусмотренных настоящим кодексом, оформляются путем составления таможенных документов установленной формы или иным способом, предусмотренным таможенным кодексом. Согласно статье 311 Таможенного кодекса ЕАЭС, рассмотрим вопрос объекта таможенного контроля. Объектами таможенного контроля являются товары, находящиеся под таможенным контролем, товары, помещенные под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, которые приобрели статус товаров Союза, товары, помещенные под таможенную процедуру реимпорта, товары для личного пользования, выпущенные в свободное обращение, а также товары, которые сохранили статус товаров Союза при их обратном ввозе на таможенную территорию Союза. Товары, находящиеся на таможенной территории Союза, при наличии у таможенных органов, деятельность лиц, в том числе у полномочных экономических операторов, связанная с перемещением товаров через таможенную границу Союза, оказание услуг в сфере таможенного дела, либо осуществляемое в рамках отдельных таможенных процедур. Сооружения, помещения, открытые площадки, части площадок, предназначенные для использования в качестве складов временного хранения таможенных складов, свободных складов, магазинов беспошлиной торговли, предназначенные для использования или используемые для временного хранения товаров уполномоченными экономическими операторами, а также предназначенные для использования или используемые в качестве зон таможенного контроля. Согласно статье 313 Таможенного кодекса ЕС, рассмотрим особенности проведения таможенного контроля в отношении таможенной стоимости товаров. При проведении таможенного контроля таможенной стоимости товаров, заявленной при таможенном декларировании, таможенным органам осуществляется проверка правильности определения и заявления таможенной стоимости товаров, выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров, структуры и величины таможенной стоимости товаров, документального подтверждения сведений о таможенной стоимости товаров. При проведении контроля таможенной стоимости товаров таможенный орган вправе запросить у декларанта пояснение в письменной форме о факторах, влияющих на формирование цены товаров, а также об иных обстоятельствах, имеющих отношение к товарам, перемещаемым через таможенную границу Союза. Иные особенности контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, в том числе признаки недостоверного определения таможенной стоимости товаров, основания для признания сведений о таможенной стоимости товаров недостоверными, определяются комиссией. Контроль таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории Союза, проводится в соответствии с законодательством государств и членов о таможенном регулировании. Согласно статье 320 Таможенного кодекса ЕС, хранение документов, необходимых для проведения таможенного контроля. Документами, необходимыми для проведения таможенного контроля и подлежащими хранению, являются таможенные документы, документы, подтверждающие соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению товарами в связи с применением льгот по уплате таможенных пошлин налогов. Документы, указанные в статье 108 Таможенного кодекса Союза. Документы, составленные при совершении таможенных операций. Документы, подтверждающие условия использования товара в соответствии с заявленными таможенными процедурами. Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, должны хранить документы, необходимые для проведения таможенного контроля в отношении деятельности, связанной с оказанием услуг в сфере таможенного дела в течение пяти лет после истечения года, в котором совершались таможенные операции. Существует семь видов форм таможенного контроля. Первое – это получение объяснений, проверка таможенных или иных документов и сведений. Здесь в основном касаемо контроля декларации на товары, касаемо каких-либо представленных с товаросопроводительных документов. Далее – таможенный осмотр, таможенный досмотр, личный таможенный досмотр, таможенный осмотр помещений или территории. Хотел бы остановиться на некоторых видах таможенного контроля. Согласно статье 324 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, проверка таможенных и иных документов и сведений. Проверка таможенных и иных документов или сведений проводится в целях проверки достоверных сведений правильности заполнения оформления документов, соблюдения условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой, соблюдения ограничений по пользованию или распоряжению товарами в связи с применением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, соблюдения порядка и условий использования товаров, которые установлены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с настоящим кодексом помещению под таможенные процедуры. Следующая форма таможенного контроля – это таможенный досмотр. Статья 328 Таможенного кодекса ЕАЭС. Таможенный досмотр – это форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении осмотра и совершении иных действий в отношении товаров, в том числе транспортных средств или багажа физических лиц со скрытием упаковки товаров, грузовых помещений, отсеков транспортных средств, емкостей, контейнеров или иных мест, в которых находятся или могут находиться товары с удалением примененных к ним таможенных пломб, печати или иных средств. Таможенный орган уведомляет о месте и времени проведения таможенного досмотра любым способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, если эти лица установлены. При назначении времени проведения таможенного досмотра учитываются разумные сроки прибытия таких лиц. Декларант или иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров или их представители, вправе по собственной инициативе присутствовать при проведении таможенного досмотра. Таможенный орган вправе проводить таможенный досмотр в отсутствии декларанта или иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров. По окончанию досмотра составляется акт таможенного досмотра в двух экземплярах, один из которых вручается и направляется декларанту или иному лицу, обладающими полномочиями в отношении товаров, либо их представителям, если эти лица установлены. В акте таможенного досмотра указываются следующие сведения. Сведения о должностных лицах таможенного органа, проводивших таможенный досмотр, и лицах, присутствовавших при его проведении. Причины проведения таможенного досмотра в отсутствии декларанта или иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров. Результаты таможенного досмотра и иные сведения, предусмотренные формой акта. Еще хотел бы остановиться на одной из форм таможенного контроля – это таможенный осмотр. Согласно статье 327 ТК ЕС, таможенный осмотр – это форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств, и идентификации без вскрытия грузовых помещений, отсеков, транспортных средств, упаковки товаров, разборки, демонтажа, нарушения целостности обследуемых объектов, включая багаж физических лиц и их частей, иными способами, за исключением такого осмотра, проводимого в ходе таможенного контроля в форме таможенного осмотра помещений и территорий. Таможенный осмотр проводится в целях проверки получения сведений о товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль, а также в целях проверки наличия на товарах, транспортных средствах и их грузовых помещениях, таможенных пломб, печатей и других средств идентификации. Таможенный осмотр может проводиться в отсутствии декларанта иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и их представителей, за исключением случаев, когда указанные лица изъявляют желание присутствовать при таможенном осмотре. Результаты проведения таможенного осмотра оформляются путем составления акта таможенного осмотра, форма которого устанавливается комиссией, либо проставления отметок о факте проведения таможенного осмотра на представленных документах таможенному органу, то есть транспортных, коммерческих и таможенных документах. В случае, если результаты проведения таможенного осмотра оформлены путем проставления отметок о факте проведения таможенного осмотра на представленных таможенному органу транспортных, коммерческих и таможенных документах, по требованию лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, должностные лица таможенного органа обязаны составить акт таможенного осмотра. При проведении таможенного осмотра в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза не позднее двух часов рабочего времени после проведения таможенного осмотра. При проведении таможенного осмотра в иных местах не позднее двух часов с момента начала рабочего дня, следующего за днем проведения таможенного осмотра. Акт таможенного осмотра также составляется в двух экземплярах, один из которых вручается и направляется лицу, обладающими полномочиями в отношении товаров, либо его представителю, если эти лица установлены. Виды таможенных деклараций. При таможенном декларировании товаров, в зависимости от заявленных таможенных процедур и лиц, перемещающих товары применяются следующие виды таможенной декларации. Декларация на товары, пассажирская таможенная декларация, транзитная декларация и декларация на транспортное средство. Уважаемые экспортеры, хотелось бы рассказать вам о периодическом таможенном декларировании. Согласно статье 116 таможенного кодекса ЕАЭС, при периодическом декларировании товаров, декларация на товары подается в отношении всех товаров, которые будут перемещаться через таможенную границу союза двумя или более партиями в течение периода поставки в счет исполнения обязательств по одной сделке, а при отсутствии сделки по одному документу, подтверждающему право владения, пользования или распоряжения товарами, или по одному документу об условиях переработки товаров при таможенном декларировании продуктов переработки. Декларация на товары подается до начала заявляемого периода поставки. Под периодом поставки понимается заявленный декларантом период, который не превышает 31 календарного дня, в течение которого планируется предъявить таможенному органу товары, возимые на таможенную территорию союза. Отгрузить товары, вывозимые с таможенной территории союза, сдать товары перевозчику, который будет осуществлять международную перевозку товаров, либо первому перевозчику при осуществлении международной перевозки товаров с перегрузкой, перевалкой на другое транспортное средство в целях вывоза товаров с таможенной территории Союза. Законодательством государств и членов о таможенном регулировании может быть установлен, что период поставки не может превышать одного календарного месяца. При периодическом таможенном декларировании ввоз товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории Союза в количестве, превышающем количество, заявленное в декларации на товары, не допускается, за исключением случаев определенных комиссий. При периодическом таможенном декларировании должны быть заявленные сведения, подлежащие указанию в декларации на товары, исходя из количества товаров, планируемых перемещению через таможенную границу Союза в течение заявленного периода поставки за исключением следующих сведений, которые по своему характеру могут быть неизвестны декларанту на тот момент подачи декларации на товары. То есть, первое, о транспортных средствах, на которых будут перевозиться товары, кроме сведений о виде транспорта, которым будут перевозиться товары, об отдельных документах, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации или иные сведения, определяемые комиссией в зависимости от категории товаров и вида транспорта, которыми они перевозятся. По окончанию заявленного периода поставки товаров, таможенное декларирование которых осуществлялось в соответствии с настоящим кодексом, декларант обязан представить таможенному органу недостающие сведения, а также сведения о фактическом количестве товаров путем изменения дополнения сведений, заявленных в декларации на товары в следующие сроки. Не позднее одного месяца со дня следующего за днем окончания периода поставки, в течение которого товары ввозились на таможенную территорию Союза. Не позднее двух месяцев со дня следующего за днем фактического вывоза с таможенной территории всей партии товаров, заявленной в декларации на товары. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании могут устанавливаться менее продолжительные сроки внесения изменений и дополнения в сведения, заявленных в декларации на товары. Товары, в отношении которых осуществлено периодическое таможенное декларирование и которые предназначены для вывоза с таможенной территории Союза, должны быть фактически вывезены с таможенной территорией Союза в течение шести месяцев со дня следующего за днем окончания периода поставки. Указанный срок продлевается таможенным органам, который произвел выпуск товаров, по мотивированному обращению декларанта на срок не более трех месяцев со дня его истечения. В случае, если при периодическом таможенном декларировании товары, заявленные в декларации на товары, не были предъявлены таможенному органу, зарегистрировавшему такую декларацию на товары в течение заявленного периода, либо фактически не вывезены с таможенной территории Союза в течение срока установленного, должна быть отозвана в соответствии с настоящим кодексом. В случае неосуществления декларантом в установленные сроки действий по отзыву декларации таможенный орган аннулирует выпуск товаров в соответствии с настоящим кодексом. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании могут определяться категории товаров, в отношении которых положение настоящей статьи не применяется. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании могут устанавливаться дополнительные условия, при выполнении которых может осуществляться периодическое таможенное декларирование в соответствии с настоящей статьей. Законодательством государств и членов о таможенном регулировании могут определяться особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров, заявленных при периодическом таможенном декларировании, декларации на товары в течение всего периода поставки. Уважаемые слушатели, сказать о таможенных платежах. Таможенные платежи бывают пяти видов. Это вазная таможенная пошлина, вывозная таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, акцизный налог, то есть акцизы и таможенные сборы. Согласно закону о таможенном регулировании в Кыргызской республике сборы бывают трех видов. Первое. Сборы за совершение таможенных операций. Второе. Сборы за таможенное сопровождение. И третье. Сборы за принятие предварительного решения. Сертификат о происхождении товаров. Это документ определенной формы, свидетельствующий о происхождении товара и выданный Уполномоченным государственным органам или же Уполномоченной организации страны происхождения товара или в случаях, установленных правилами определения происхождения ввозимых товаров или правилами определения происхождения вывозимых товаров. При вывозе товаров с таможенной территории Союза сертификат о происхождении товаров выдается Уполномоченным государственным органам или Уполномоченными организациями государств-членов. если сертификат о происхождении товара необходим по условиям контракта по правилам страны ввоза товаров или наличие сертификата о происхождении товара, предусмотрено правилами определения происхождения вывозимых товаров. Уполномоченные государственные органы и Уполномоченные организации государств-членов, выдавшие сертификат о происхождении товара, обязаны хранить его копию и иные документы, на основании которых определено происхождение товара не менее трех лет со дня выдачи сертификата о происхождении товаров. Порядок получения сертификата о происхождении товаров в нашем случае согласно соглашению Содружества независимых государств от 1994 года форма сертификата СТ-1. Предоставление документов для юридических лиц и физических лиц – это заявления, регистрационные документы, то есть свидетельство о регистрации либо перерегистрации юридического или физического лица, краткий технологический процесс, контракт, счет фактура, упаковочные листы на экспорт, доверенность, паспорт заявителя, документы, подтверждающие покупку этой продукции вашей фирмой, договор, счета фактуры или справка о приобретении, с какого сельского округа был куплен той или иной товар. Срок рассмотрения – 3 дня. Проводится осмотр товаров, затем составляется акт экспертизы, по результатам которой оформляется сертификат о происхождении товаров формы СТ-1. Деятельность регулируется законом Кыргызской Республики о торгово-промышленной палате Кыргызской Республики, номер 1461 от 13 апреля 1994 года. Перед вами образец сертификата происхождения товара формы СТ-1. Далее расскажу про декларацию о соответствии. Декларация о соответствии – это документ, в котором производитель удостоверяет, что поставляемая им продукция соответствует требованиям нормативных документов. Отличие декларации о соответствии от сертификата о соответствии следующее. Декларация о соответствии оформляется в обязательном порядке – на продукцию, указанную в перечне к техническим регламентам. Оформить декларацию о соответствии на продукцию, не указанную в едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии нельзя. Для декларирования соответствия продукции не предусмотрена бланка установленного образца. Декларация о соответствии оформляется на листе формата А4 и заверяется печатью организации заявителя. Есть уже определенный бланк для сертификации и декларации. Ответственность за сведения, указанные в декларации о соответствии, несет организация-заявитель. В то время как за сведения, указанные в сертификате соответствия, как обязательным, так и добровольным, ответственность несет орган по сертификации, выдавший сертификат. Перечень документов для получения декларации о соответствии. Первое – это заявление. Далее идет отбор проб и образцов из партии. Счета фактуры. Упаковочные листы. Товаротранспортная накладная. Фитосанитарный сертификат, если это продукция растительного происхождения. СТ-1 сертификат происхождения. Контракт. Свидетельство о регистрации юридического или физического лица. Образцы и пробы отправляют в любую аккредитованную лабораторию, включенных в единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий ЕАЭС. После получения положительных результатов, то есть протокола испытаний, оформляется декларация о соответствии. Зарегистрировать декларацию можно в Департаменте профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора или аккредитованных органах по сертификации в области аккредитации, в которых входит технический регламент 021-2011 о безопасности пищевой продукции, включенные в единый реестр аккредитованных органов по оценке соответствия ЕАЭС. По вопросам получения декларации о соответствии вы можете обратиться в Центр испытаний, стандартизации и метрологии Кыргызской Республики, а также в частные организации, уполномоченные выдавать декларацию о соответствии товаров. Вот так выглядит декларация о соответствии продукции. Уважаемые предприниматели, участники проекта Агросода Юсаид, спасибо большое за ваше внимание. Желаю вам успехов и удачи в увеличении экспортного потенциала вашего предприятия и соответственно Кыргызской Республики. Продолжение следует...